Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим нежный рулет со сливочным кремом и малиной. Рулет получается нежным и очень вкусным. Он отлично подойдет на праздничный стол или для домашнего чаепития. Кстати, на моей страничке в Instagram начинается четвертый этап марафона с призами. Участвовать могут все желающие с любой точки мира. Более подробные условия на страничке в Instagram, ссылка в описании под видео. Буду очень благодарна, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Сначала приготовим бисквит. 5 яиц аккуратно разделяем на белок и желток. Белки взбиваем до легкой пены и постепенно насыпаем 120 грамм сахара. Сюда же добавляем 8 грамм ванильного сахара. Все взбиваем до устойчивой пены. Во взбитые белки постепенно вводим 5 желтков и еще немного взбиваем. Во взбитые яйца добавляем 130 грамм просеянной муки в 3 подхода, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой. Готовое бисквитное тесто выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 43 на 33 сантиметра. Тесто равномерно распределяем лопаткой по всему противню. Противень ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 20 минут. Бисквит уже испекся. Сразу же, пока он еще горячий, кладем его на чистое полотенце и снимаем с него пергаментную бумагу. Бисквит сворачиваем в рулет вместе с полотенцем и оставляем его в таком виде до полного остывания. Приготовим сироп для пропитки бисквита. В сотейник наливаем 70 миллилитров воды и 70 грамм сахара. В сотейник ставим на огонь и варим сироп после закипания примерно 1-2 минуты. Делаем малиновый джем. В сотейник высыпаем 500 грамм малины, 130 грамм сахара и 2 столовые ложки крахмала. Все ставим на небольшой огонь и доводим до кипения, при этом постоянно перемешивая и разминая ягоды ложкой. Вместо малины можно взять любые другие ягоды. Чтобы избавиться от косточек, еще горячий джем перетираем через сито. Приготовим сливочный крем. В миску высыпаем 200 грамм творога любой жирности и 180 грамм сахара. Творог с сахаром измельчаем погружным блендером до однородности. Также творог можно перетереть через сито или измельчить в измельчителе. 200 мл холодных сливок жирностью не менее 30% выливаем в чашу миксера. Сливки начинаем взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно ее увеличивая до максимума. Взбиваем до мягких пиков, сливки должны стать пышными и держать форму. Во взбитые сливки добавляем перетертый творог с сахаром и перемешиваем до однородности. Бисквит уже остыл, разворачиваем его и хорошо пропитываем с одной стороны сахарным сиропом. На пропитанный бисквит равномерно намазываем малиновый джем. Сверху на джем выкладываем сливочный крем и распределяем его по всему коржу. Бисквит с начинкой сворачиваем в рулет. Старайтесь при сворачивании не сильно сдавливать рулет, так как неохлажденный крем очень легко выдавливается наружу. Подготовленный рулет заворачиваем в пищевую пленку и ставим охлаждаться в холодильник минимум на 4 часа. У остывшего рулета обрезаем кончики и украшаем оставшимся сливочным кремом, листиками мяты и ягодами малины. Влажный воздушный бисквит в сочетании с нежнейшим сливочным кремом и кисло-сладким малиновым джемом дают просто потрясающий результат. Обязательно приготовьте такой рулет к чаю и вы будете поражены, насколько это вкусно! Если вам понравился рецепт такого рулета, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Готовим Дома. Заходите на мою страничку в инстаграм и принимайте участие в марафоне, ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!